Да, его регулировать уже. Надо тебе поднять еще, потому что тебе вверх я бы поднял немножко. Это просто надо отрегулировать. Такой резкий. Нам удалось найти правильный металл. Украинский металл необходимый нам марки. Этот металл является хром-содержащим, никель-содержащим и молиблен-содержащим, который по своим характеристикам и особенностям практически соответствует металлу Armour 500. На данный момент, с учетом того, что мы довольно серьезно проапгрейдились и усовершенствовались, мы на данный момент можем получать ориентировочно 40 пластин в сутки. Вот, смотри, сам эфир, который мы получаем. 72 на 54. Это все стреляное ЛПС-ом. По ГОСТу надо сделать три выстрела в пластину в рамках треугольника. Вот практически сгиб. Жилеты у нас находятся, скажем так, на аутсорсе. Мы работаем с волонтерами, которые профессионально занимаются отшивом. Либо же, когда к нам обращаются бойцы, мы непосредственно их отправляем к тем ребятам, с которыми мы сотрудничаем. Потому как, как правило, у каждого, либо практически у каждого украинского воина есть какие-то певни, да, забаганки, да. Я хочу подсумок там, я хочу подсумок там, а я хочу вот сюда. Ну, тогда вам напрямую на швейное производство, и вы полностью реализовываете все свои фантазии. Опять-таки, мы не ограничиваем себя только бронепластиной, да. Мы идем к конечному варианту. Мы данную бронепластину обеспечиваем и антиосколочным слоем, и демпферным слоем. В перспективе мы хотим еще разработать чехол на вот этот вот сэндвич, да, чтобы у нас была красивая и эстетичная продукция. Пара таких изделий стоит на данный момент 3000 гривен. Если это покупать вместе с жилетом? Если это покупать вместе с жилетом, те волонтеры, ребята, с которыми мы работают, нам отпускают два вида изделий. Одно изделие стоит 1900 гривен, второе изделие стоит 2200. У меня здесь доставка, и оно выходит 2 и 2300, соответственно. Мы с вами увидели ряд процессов получения чушки. После этого всего дела металл отрезается, толщина металла 6 миллиметров. Потом выполняется формирование пластины лазерной установкой. После этого металл отправляется на гибочные станки. После гибочных станков металл попадает сюда, к муфельным печам. Здесь производится нормализация металла, здесь производится коление металла и потом последующая его закалка в масле. После этого плита ставится на отпуск, и она нормализируется, приходит в нормальное состояние. Мы уже имеем практически законченный готовый закаленный продукт. Роль демпфера это всего лишь, чтобы пластина не травмировала бойца. Чтобы погасить мощность, энергию, ее в любом случае надо каким-то образом равномерно распределить по всей площади. И каучук с пениной замечательно справляется с этой задачей. Меня не покидает название «Сварог». Мне очень нравится славянский бог, бог-кузнец в то же время. Поэтому, скорее всего, это бронеизделие будет носить наименование «Сварог». Продолжение следует...